Йо-йо, всем здорова, всем привет! Меня зовут Андрей Рыжов, я некогда профессиональный скейтбордист из Украины. Решил запустить серию видеороликов, где я якобы буду готовиться к Олимпиаде. Хотел с вами поделиться всем процессом. Кататься все тяжелее и тяжелее, то шансов все меньше и меньше. Есть два варианта. Первый вариант, но есть и второй вариант. Идея не в качестве, а идея показать путь этот от бывшего профессионального скейтбордиста к олимпийскому спортсмену. Если я не попробую, я буду потом жалеть всю жизнь. Подписывайтесь, лайкайте, распространяйте, распространяйте. Поддержите меня, мне будет очень приятно. Надеюсь, вам будет очень интересно из этого брать какие-то ошибки или какие-то моменты важные, которые тоже вам помогут. Увидимся уже в скейтпарке. Водичка, водичка. Важно пить водичку. Алло. Скейтпарк можно? Заклад. Просто идеальный флэт почти везде, даже за пределами Барселоны. Подснимешь меня, друг? Итак, мы, короче, приехали в идеальный, идеальный скейтпарк. И для начала нужно просто понять, что мы будем тренировать, подготавливать, какие у нас минусы, в чем вообще проблема и так далее. Начнем, я думаю, мы просто с базовых трюков, с раскаточки. Нет, прежде всего, разминочку нужно сделать, всегда разминочку делайте, самую простую, перед катанием. Мы ее уже сделали дома, поэтому я повторяться не буду, покажу вам в видео. Для начала нам нужно поставить задачи перед собой, такие как нам нужна стабильность, это очень важно на соревнованиях. Нам нужны сложные трюки, это тоже очень важно, потому что простыми трюками мы можем пройти квалификацию, но в полуфинал-финал лайтовые трюки на сейве, они не будут, как бы, котироваться. Поэтому нам нужно учиться и делать тяжелые трюки. Вот эта программка у нас, программка, бля, так тупо звучит, олимпиец, программка. Стабильность, сложные трюки, радиусы, это конкретно я говорю о своих проблемах. И самое важное, так как я давно не катался, не прыгал со ступенек, это ступени, это очень котируется, это очень много баллов приносит. Поэтому мы будем вспоминать, что такое прыгать со ступенек, что такое флип-ин-флип-аут трюки. По чуть-чуть вообще вспоминать, как участвовать на соревнованиях. Вообще было бы идеально еще до соревнований основных поучаствовать в каких-то других соревнованиях, чтобы самую большую проблему в соревнованиях чуть-чуть снизить. Это ментальная, наверное, проблема. Это страх перед публикой, страх перед соревнованиями. Ты можешь, как бы ты круто не катался, какие бы ты крутые трюки не делал, но когда ты участвуешь в соревнованиях, у тебя начинают подкашиваться автоматические ноги, если у тебя нет опыта в этих соревнованиях, вообще в вас соревнованиях. И все, все твои трюки на смарку. Поэтому очень важно участвовать в любых соревнованиях. Посмотрим. Я надеюсь, что в июле какие-то будут локальные соревнования, на которых я просто поучаствовал, чтобы вспомнить это ощущение. Сейчас мы просто будем раскатываться с самых базовых трюков. Вылетать олли, вылетать 50 скользить, наклон 50, бордслайды, фронтборд, эллипслайды и так далее. И постепенно мы будем увеличивать сложность трюков. У нас есть, грубо говоря, месяц, июль, чтобы тренироваться, тренировать, вспоминать, что такое скейтбординг, вспоминать все свои старые и новые трюки, базовые и так далее. Он становится снова молодым. Короче. Вот. Давайте погоним, посмотрим, что у нас получится. Субтитры сделал DimaTorzok Учусь аксель-стол делать, радио-то учусь, потому что всегда у меня, короче, ошибка, когда я захожу, у меня, типа, он соскальзывает с носка на пятку и наоборот. Я так, что понял, в чем проблема. Типа, ты можешь и на пятки становиться, и на носки становиться, но когда, если ставишь ее на носок, ты, короче, вот здесь вот, типа, потень, зажимаешь, короче, носком копинг, чтобы она не, ну, не пяткой, чтобы она не съезжала вниз, ты просто заныриваешь обратно. То же самое на пятке. Если ты становишься на пятку, ты зажимаешь на пятку, скоти. Я этого не покупал. Давайте тренировать. Это на носочек, а теперь на пятку. Это на пятку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА